В смысле манипуляции? Ну да, 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 я это имею ввиду. В детстве вы кем себя видели? То есть, ну все же мальчики, девочки мечтают, что они станут... Писателем. Писателем. Мы в 15 лет опубликовали свои стихи. Ну скажем так, в осознанном возрасте, не там в 7 лет, когда хотелось мороженое продавать, чтобы было много его всегда. А в осознанном возрасте я мыслил себя, конечно, писателем. Я мечтал, что в 2000... Ну и как, это же была еще и амбиция, это же всегда детские амбиции безумные, стать великим писателем. Мне хотелось в 2000 году получить Нобелевскую премию. А на кого вы равнялись? Что в вашей системе координат тогда? Тогда Сорокина-то еще не было, вашего любимого. Не было системы координат, но как бы было ощущение, что вот это какая-то... Ну если в чем-то можно реализоваться вот круче всего, меня никогда не интересовало там заработать много денег, да, там просто вот ради денег. Ну то есть хорошо иметь деньги, чтобы жить безбедно, чтобы близким там было хорошо и чтобы как-то вот все было классно. Но у меня никогда не было такой самоцелью вот деньги ради денег, и у меня нет к этому таланта, если честно, как мне кажется. У меня не было каких-то там вот с кино связанных, хотя родители действительно связаны там с кино. А литературой я занимался, ну как занимался, я писал стихи, и мне казалось, что у меня это получается, и какое-то у меня было от этого ощущение счастья, что это мое, и что в этом я могу быть хорош. Ну и просто, что это, я не знаю, как это выразить, что это самое главное, самое крутое, что может быть в жизни. Стать писателем, стать большим писателем, и известность, которая может прийти к себе как писателю, ничего ценнее и круче, вот этого нет. Что это какая-то прямо, ну, богом благословенная какая-то профессия, не профессия, призвание, дар, вот. И, честно говоря, с тех пор у меня и осталось тоже ощущение.